всем добрейшее ягодное утро вы только посмотрите какую красоту я собрала какая у нас крупная малина это вообще очень много малины сейчас спеет земляника тоже уже началась крупная такая хорошая земляничка аромат ее просто непередаваемый черная смородина там у меня еще на дне и клубничка клубничка уже только ремонтантные но она зато такая сладкая сейчас же солнца много и она вот гляньте темно-красная сладкая это просто такой аромат нереальный в общем сегодня у нас на завтрак много вкуснейших ягодок сейчас я все помою вообще всем желаю прекраснейшего дня великолепного настроения и сладкого ягодного лета я занимаюсь на завтрак у нас будут чебуреки это снова завтрака обед я повторю что мы редко очень завтраком обычно у нас это уже обед короче я делаю снова 24 я уже 24 штуки заморозила они небольшие такие с пол ладошки делаю для заморозки чтобы удобно было чебуреки вот фарш у меня был я добавила туда еще ну там уже был фарш луком добавила еще туда амарант молоденький и зеленый лучок в этот раз в тот раз было без зелени и еще оставила 8 штук 8 чебуреков сейчас пожарим покушать вот а это на заморозку уже подготовила доску я сначала выкладываю мне помещается 12 на эту доску она большая икеевская в том сверху выкладываю этот коврик силиконовый и на него еще 12 штук и в морозилку вот потом на следующий день перекладываю уже в пакеты для заморозки пасую по 8 штук вот нам на раз этого достаточно таких но они небольшие вот такого размера чебуреки самое то а еще я приготовила еще тесто где она еще настолько же буду еще замораживать подготовила уже чтобы жарить чебуреки салфеточку сейчас займусь я сначала налеплю в морозилку а потом пожарим так у нас завтрака обед вкуснятина чебуречки я нажарила я уже одну партию заморозила и вот одну пожарила нам сейчас покушать тесто воздушное в пузырчиках очень вкусно я мужу по зажарести мне посветлее как обычно чебуречки вот здесь домашний кабачок огурчики еще пока покупные зелень тоже домашняя соусы всякие тут кемали с кинзой соус чесночный конечно же эти шикарные ягоды которые сегодня с утра собрала вот муж будет сок пить гранатовый а я свой горячий напиток и принесла сейчас поставим вот так теперь идеально всем кто тоже кушает приятнейшего показывала что я на днях уже лепила чебуреки вчера же мы ездили в поездку значит это было позавчера я налепила 24 чебурека у нас 200 пельменей и было 24 чебурека теперь у меня закончился фарш я успела налепить еще сегодня 36 чебуреков на заморозку и фарш закончился я решила приготовить копченый сыр у меня был помидор и пошла собрала зелень у меня укроп петрушка зеленый лук и мангольд вот такая начинка будет сыр помидор зелень вот еще одну партию 12 штук замораживаю еще девять штук на ужин приготовлю вот с такой начинкой поближе я собралась сегодня такой вот футболки зелененькой и спортивных ой спортивных легких брючках в общем легких таких штанцах еще кроссовки белые одену пробую вернее макияжи у меня сегодня тон и стрелочки у нас такая же и она и блеск глюкут такая же еще стоит вообще не охота делать какие-то яркие макияжи я уже очень давно только ресницы крашу и все еще даже наверно до жары начала началась так вообще лень мы тут уже едем короче все практически дела сделали осталось нам в центр съездить еще по дороге купили такое мороженое красное-белое раз муж был сказал вкусное я тоже решила попробовать такое макси до вафельный микс короче там куча каких-то вафель фисташки решила покушать еще где-то у нас кола вот такая жарища стоит просто вообще 35 градусов сейчас сделаем все дела и я планирую вообще блин светофор вот это овощиной зашли а тут уже дыни 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 это чьи дыни местные дыни узбек да узбекистан дыни попробуем мы уже дома сейчас покажу покупочки в итоге мы заехали в овощной магазин и купили там все в общем что было по пути туда и заехали все они как светофор не соберусь ну да ладно другой раз вот я поэтому хочу светофор купить там большую 100 граммовую упаковку у нас в овощном вот такие маленькие по 10 грамм персики плоские очень нравятся они нам еще розовые помидорки вот такой черный перец дробленый думаю это будет очень ароматно билетом классно такая вот дыня и еще две упаковки воды по полтора литра наша любимая пилигрим газированная упаковка еще принесет вот такая вот икра к обочковой очень нам понравилось кубанский мостик вот она настоящая на вкус как вообще как и должна быть чесночок уже у нас начались кабачки урожай огурчики буду мариновать васик вашим я буду готовить 5 нужен чесночок огурчики еще дополнительно потому что вот только-только начинаются еще один-два собираем пока поэтому еще чуть-чуть огурчика кабачков уже конечно урожай огромный уже не покупаем кабачки так лук побольше это я буду это для заморозки в общем заготавливать буду котлеты тефтели всякое еще буду делать поэтому понадобится лук и семечки подсолнечные все такие вот сегодня покупочки у нас всем привет это новый день и продолжение влога в общем у нас самого утра была куча дел муж наверху слышите пилит он занят делами по дому и я тоже мы позавтракали я вышла в огород сейчас покажу что насобирал выходила еще поливать вот я все полила но перед тем как поливать собрала чтобы обрабатывать зелень вот сейчас уже жарко становится и весь день будет жара а я буду заниматься в это время зеленью в общем у меня тут куча зеленого лука огромное количество огромное количество петрушки я практически всю собрала оставила так вот чисто нам покушать петрушку лука еще много укроп тоже еще не весь собрала еще осталось несколько рядов но тут тоже просто не гигантское количество я в общем опять сделаю микс укроп петрушка зеленый лук все перемешаю ну смысле нарежу меленько перемешаю и буду делать такими камушками замораживать как я показывала посмотрите предыдущий блок про заморозку такие силиконовые формочки я потом эту смесь мелко нарезанную кладу трамбовую заливаю водичкой и замораживаю потом достаете получается такой камушек и всю зиму я пользуюсь домашней зеленью ароматный добавляю во все супы там в любые соусы да вообще в любое блюдо какие-то овощи тушеные куда угодно эту зелень вот и это очень удобно мне нравится я пробовала замораживать просто по пакетикам там знаете половина по пакету размазывается когда начинаешь размораживать это неудобно все сыпется а так ты камушек достал какого нужно размера и в это блюдо положил поэтому вот буду делать еще и также я собрала щавель тоже практически весь оставила буквально ну если вот зеленый борщик снова захотим сварить и все потому что он быстро в принципе и нарастает поэтому вот я собрала два две миски тоже я все это заморожу куда использую в лепешке с зеленью очень вкусно именно со щавелем он кислинкой оттеняет вкус ну и также конечно же зеленые борщи может быть захочется нам пирог щавелевый сделает сладенький не знаю посмотрим в основном конечно на борщи щавель я морожу вот такие вот дела занимаюсь снова сегодня заготовками на зиму еще планируем сейчас магазин съесть замороженным а там посмотрим дальше как день сложится зелень готова как я и сказала я все перемешала порезала перемешала и разложила по формочкам вход идет все и пасхальные вот такие под яйца и даже вот такие для выпечки это у меня такие христос воскрес там такие вот пасхальные силикона в общем все что было все заполнило то что в этот раз даже больше собрала чем в прошлый вот так вот на доску выкладываю и отправляю в морозилку а завтра все это легко будет вытаскиваться у меня показывал что на блоге и по пакетикам расфасую и все зеленюха на зиму у меня готова тоже вторая партия обычно я где-то четыре таких партий делаю за лето и еще шесть пачек шавеля уже по моему шесть я замораживала вот еще шесть ну если не растет еще ну как если когда не растет я еще буду замораживать щавель у нас хорошо идет на борщи и в лепешку и подписываю сразу домашний денек решили остаться дома и я жарю ликадельки жарю на пробу вообще после обжарки еще можно в духовке запечь будет очень вкусно но я не буду сейчас так делать я прям как в культуре пожарю вот так и все также делаю заливку нашла рецептик так в кейф ликадельки хочу сделать соус тут в принципе все просто молоко крахмал до загущения черный перчик я вот крупный положила такой крупного помола и соевый соус пару столовых ложек на 400 миллиметров молока 2 столовые ложки крахмала кукурузного добавила вот половину здесь закипятила молока примерно меня плохо слышно из-за это вытяжка работает половину молока закипятила в половине вот крахмал развела и сейчас с соевым соусом с солью посолила и перчик и сейчас вот здесь замещаю этот соус быстренько и будем кушать вот такими вот крикадельками почему делаю крикадельки делаю на пробу что я замораживаю я наделала фарша у меня здесь вот фарш для крикаделек а здесь с рисом фарш для тефтелей такие ежики еще сделаю тоже на заморозку вот это все буду замораживать поэтому решила сегодня что будет домашний денек потому что много дел вот такая красота получилась сейчас будем пробовать вкуснятину вообще рецепт там обжаривается сначала на сковороде а потом в духовке мне кажется что они вообще только в духовке запекали ну замороженные будем так и делайте сейчас мне было просто неохота греть духовку выглядит так же да вот так вот и будем делать это очень удобно потом замороженные на какой-нибудь емкость для запекания это даже прикольнее чем жарить приятного аппетита всем кто тоже кушает я с утра топаю на дорожке уже пришла 100 минут обнулилась 7 километров и до 4 часа как обычно всем прекрасного дня и медиколепного настроения а мы тут вайлберрис заехали потому что пришли посылочки ну как там вообще 6 посылок внутри пришли а мне срочно захотелось их забрать ну потому что там я потом расскажу в общем дома покажу что мы там забрали что купили вайлберрис наши покупочки ну помимо вайлберрис мы еще в овощной заехали арбуз первый в этом году дыню уже пробовали была в обзорах очень вкусная кстати и сладкая оказалась она вот арбузик первый раз персики это вернее нектарины вот эти которые гладкие они мягкие спелые также персики те что такие вот пушистые тоже такой аромат от них стоит и они прям вот мягкие абрикосы это армянский абрикос блин не развязала пакет час покажу поближе потому что они очень вкусные вот они выглядят вот не слишком спелыми но они мягкие и очень сладкие вот здесь вот есть какой-то прям супер прям темненький в основном они выглядят как то так но при этом они мягкие и очень очень сладкие если где-то увидите вот такие длинненькие абрикосы удлиненные формы армянские очень вкусные берите и лимоны лимонов взяла полтора килограмма очень много потому что у нас в день минимум два лимона уходит во первых утром мы пьем воду с утра натощак с лимонным соком то есть по половинке на каждого уходит получается целый лимон только с утра плюс я добавляю во всякие салаты и так далее в общем лимоны это всегда пригодится поэтому взяла побольше покажу чек как у нас сейчас в местных магазинах овощных краснодаре выходит какая цена вот арбузы арбуз вышел шесть с половиной килограмм сейчас они по 39 рублей на 250 рублей нектарины у нас по 148 рублей лимоны по 140 абрикосы по 168 в общем все вышло на 843 рубля это вот фруктики и теперь еще вайл берез посылочки сейчас я раскрою это все дело и покажу вам что внутри упаковки кстати очень хорошо все было упаковано напишу хороший отзыв продавцу потому что это важно конечно здесь было плотно в пупырку упаковано еще в пленку и в коробку и сливки приехали целые ко мне потому что конечно сама вайл берез доставка работает отвратительно кидают шпуняют поэтому хорошо что все так запаковали в общем это сливки для взбивания называются они шанти пак я думаю многие их знают эти сливки это очень плотные сливки для торта они держат форму не нужно добавлять даже никаких загустителей для сливок ну судя по отзывам и также вот их состав вода жир сахар молочный белок стабилизатор тут уже все стабилизаторы есть поэтому ничего добавлять не надо соль ароматизатор краситель бета-кератин это конечно же не на не то что натуральные сливки но это намного прикольнее именно для десертов и тортов потому что в натуральные сливки нужно добавлять сахар загустители здесь же сами по себе сливки уже идут сладкие ну обычно кто пробовал какие-нибудь сухие допустим сливки особенно растительные у них идет но они уже сразу да такие сладенькие я не знаю буду ли я еще подслащать я попробую их но в отзывах написано что они сами по себе сладкие и конечно фотки тортов просто крутейшие я хочу или тортов как там правильно я хочу приготовить самый настоящий классический медовик конечно он у всех все равно свой и разный мне нравится медовик со сливками поэтому вот купила литр сливок полностью у меня на медовик и уйдет будет так прям много крема потом когда буду готовить я покажу как они взбиваются рецепт медовика я беру у себя в тик токи и дублировать сложные рецепты мне не охота на ютюбе поэтому кому интересно в принципе легко скачать тик ток зайдите у меня ссылочка есть внизу в описании по моему можно и не качать так зайти ко мне на страницу и там на главной странице есть вкладочка рецептики называется и там есть рецепт медовика который я готовлю вот оттуда буду брать коржи а в этот раз вместо крема который там указан я буду использовать вот эти сливки очень много на них хороших отзывов также я купила новый алоэ гель он у меня как раз закончился кстати пустые баночки у меня уже накопились в ближайшее время покажу что там у меня заказала в этот раз алоэ гель от bio aqua для чего я использую я использую для лица вообще он подходит и для лица и для тела в качестве увлажнения я использую и зимой и летом но летом это особенно ценный продукт потому что он не жирнит кожу он подойдет и для жирной и для сухой так как хорошо увлажняет вот видите там внутри такой гельчик то я думаю все их уже пробовали и знают но при этом он не будет жирнить кожу и на лето это просто идеальный вариант вариант плюс я с этими гелями делаю массаж лица по утрам он мне просто необходим поэтому вот плюс bio aqua марка это ну азиатский бренд очень популярный мне он очень нравится вообще косметика вот bio aqua мне отлично подходит поэтому взяла его попробовать еще у этих гелей всегда такие запахи обалденные в общем он обязательно будет в обзорчиках подписывайтесь на мой beauty youtube канал я его завела не так давно там регулярно выходят видео обзоры beauty всяких новинок которые я в основном сейчас вайлберрис покупаю и пробую так и третья посылка свайлберрис здесь у нас скатерть в общем помните я рассказывала что у нас все скатерти они были на большой длинный стол который мы перед переездом продали потому что захотели круглый здесь и мы съездили я рассказывала мы нашли эти скатерти решили их подшить мы поехали в ателье с этими длинными скатертями спросили сколько будет стоить сделать круглую и поняли что дешевле просто купить новую поэтому мы не стали заморачиваться возможно те скатерти когда сашины родители вернуться осенью из отпуска возможно мама его шьет возможно она нам подошь от заморочимся и сделаем сами потому что подшивать получается дороже чем купить ну а сейчас купили вот такую скатерть в принципе у нас такая же и было которую мы хотели подшивать она очень приятная хлопковая сейчас я ее раскрою наверное в любом случае я сейчас стелить не буду потому что ее еще постирать надо ну раскрою покажу хотя бы ткань именно хотела показать вот но видите какая приятная и цвет очень красивый такой серо-белый хорошо подойдет диаметр 150 ну то есть чтобы со стола диаметром у нас диаметр 100 у стола чтобы она свисала то есть вот так примерно она будет в общем то когда я ее постираю от глажу и постелю возможно после сушилки и гладить не надо будет а может надо я не знаю то я еще раз покажу вам как это будет выглядеть на столе вот такие вот у нас сегодня были покупочки показать как-то во влогах я показывала свою покупку свайл берез вот такое вот мыло запустить собираюсь вот такое вот мыло для и вот с таким дозатором она шла была очень красивая подарочная упаковка прям знаете и на подарок классно и себе приятно в общем супер и в подарок то есть там идет вот такой дозатор стеклянный он с силиконовым таким колпачком для того чтобы не скользила я в ванной использую такое мыло его можно использовать как для рук так и как гель для душа и дозатор который делает пенку также в наборе предлагалось 10 упаковок вот этого мыла это концентрат вы его разводите водой и в общем то это эти 10 упаковок как 5 литров жидкого мыла но я хочу сказать что получается такая ситуация что один дозатор мы кстати вот этот пробовали он идет с ароматом чего аромат камелия и масло органы очень очень приятный знаете похоже на всякие вот как в пятизвездочных отелях всякие как они называются ну гели для душа в общем косметика такая приятная очень мне нравится аромат прямо напомнил мне путешествие вот именно этот вот называется это все дело duty бокс кому интересно загуглите на wildberries вот это я заказывала концентрат вода и смешиваете но что хотела сказать получается по инструкции вот это количество нужно развести в 500 миллилитров воды дозатор же на 300 миллилитров но это вы же понимаете что его целиком то есть получается до упора не нальешь а на 350 дозатор на 350 а вот это на 500 как-то производители duty бокса вот он идеален но вот это не предусмотрели но это потому что у них обычно идут пластиковая тара и она видимо на 500 но там просто пластиковый бутыль на котором еще и написано вот этот duty бокс я не хотела этот визуальный шум но и стеклянная все-таки приятнее поэтому решила что справлюсь с этим так я просто размешиваю половину и наливаю чуть-чуть не было так неполный тюбик и получается самое но пенка прекрасная все работает поэтому мне этого хватит то есть если получается 10 литров то у меня так 5 литров жидкого мыла то у меня это поскольку я на два раза делю связи с вот этой тарой у меня как 10 литров жидкого мыла короче хватает очень надолго почему я выливала половину потом еще половину пользуюсь уже давно теперь хочу новый аромат поскольку был открытый я дважды один и тот же мешала здесь много всяких ароматов это у нас алоэ и зеленый чай тут что-то с оливой наверное увлажняющий до цветущая олива я по цвету догадалась это ваниль по моему я помню что там было по моему ваниль где тут пишут так мелко написано честно сказать продукт подходит для детей с первых да вот вот тут есть ароматы я там еще аромат ванили написано что продукт подходит для детей с первых дней жизни даже но натуральный полностью это мне тоже завлекло что это экосредство полностью натурально это конечно здорово вот так вот малина я хочу малинку все-таки летний аромат такой яркий возьму открою его интересно будет ли он розового цвета в тюбике сейчас посмотрим вот этот был прозрачный но он и сам по себе видите практически цвета не имеет все я налила половину развела водичкой да она розовенькая смотрите приятный цвет ну вот примерно так наливаю чтобы визуально получилось где-то миллилитров 250 плюс-минус все так что пена образовалась я как плеснула воды болей сейчас вернусь получилось и случилось я его закрутила взболтала и вот сейчас потозатору пойдет вот такая вот получается пенка она достаточно плотная очень хорошо очищает руки при этом совершенно не сушит натуральное экологичное средство аромат малины просто потрясающий вообще ароматы у них шикарные поэтому кто ищет себе классная мыло гель для душа или просто на подарок кому-то то обратите внимание это конечно супер половинку сейчас аккуратненько поставлю потом еще раз наболтаю